Что делать в этой ситуации? В этой ситуации ничего не остается делать. Это ловушка. То есть, надо откапывать палатку. Переночевать в засыпанной палатке невозможно. Потому что надо переодеться. Переодеться невозможно, потому что палатка засыпана. Надо выходить и откапывать палатку. А как без одежды откапывать палатку? Начались, конечно, споры какие-то, что делать. Наверное, какой-то конфликт возник. Ну, это экстремальная ситуация. Конечно, наверное, уже тогда психологически вот эта четверка, которая в ручье, она отделилась от тех, кто выживал у кедра и на склоне. Уже произошел конфликт. Дальше было принято коллективное решение. Ну, что делать? Распарывать палатку и бежать вниз. Там пытаться разжечь костер, построить иглу там или снежную траншею, снежную пещеру, что-то в этом роде. Другого ничего не оставалось. Палатка была разрезана, и люди начали спускаться. И дальше группа окончательно разделилась, потому что, я говорю, поэтому, скорее всего, было голосование до этого. По поводу штурмовать или разворачиваться, или ждать. И тут группа, наверное, скорее всего, окончательно поругалась, и четверка у ручья пошла вот туда строить настил на четверых, потому что она была именно на четверых, а не на девятерых, да, то есть они заботились только о себе, скорее всего. А другая группа была вымешана, в первую очередь, разжечь костер. Почему? Потому что двое были абсолютно раздеты, имели очень мало одежды, и они бы просто до строительства какой-нибудь там иглу, они просто не дожили бы, да. То есть им нужно было вот прямо сейчас скреться. Поэтому был разожжен этот костер совместными усилиями вот этой пятерки, которая не у ручья оказалась, да. Ну, Криванищенко, Дорошенко, Калмагорова, Дятлов и Слободин. Они, скорее всего, как я думаю, разожгли костер, чтобы согреть двух юр, да. А сами, они понимали, что долго они без одежды, да и у этого костера не протянут, потому что там все продувается у кедра, то есть там и снега-то не было на трупах. А что осталось делать? Осталось просто как-то их спасать, либо их, то есть тут два варианта было, либо их бросать и идти рыть эту снежную какую-нибудь пещеру там, да, вот, потому что они бы все равно не пережили бы. Либо надо было идти за вещами, и вот эти трое приняли решение, наверное, идти за вещами, скорее всего, к палатке. Может быть, еще не так темно было, потому что они все погибли именно напрямую между кедром и палаткой, то есть они видели палатку. Наверное, еще даже, может быть, не совсем темень наступила, то есть визуально они еще видели, куда надо идти. То есть они пошли к палатке и просто по дороге замерзли. А те ребята у кедра сколько могли поддерживали, лазили на кедр, ломали ветки, поддерживали огонь, но в итоге просто замерзли в костра. Вот, а та четверка, последняя, она, по идее, должна была бы выжить. То есть они сделали настил, но зачем они пошли дальше с этого настила? Я думаю, что все-таки они уже достаточно получили серьезную степень переохлаждения, и костер им надо было разводить помимо настила. И, скорее всего, они куда-то двинулись, наверное, за дровами, за сухими ветками, чтобы разжечь. У кедра там все было обломано, значит, надо было куда-то, наверное, двигаться дальше. Возможно, они пошли через ручей вот за какими-то дровами, а дальше просто попали в какую-то каверну, расщелину, я не знаю, что там было у ручья. Но куда-то провалились, и сверху их накрыло просто плотным снегом. Сломало троим, двоим рёбра, одному череп, и одного просто колеватого завалило, он просто задохнулся, ну, не задохнулся, а от переохлаждения просто умер. Но там уже непонятно, что это было. Что-то было в ручье, то есть, скорее всего, они просто там провалились, и их, ну, куда-то провалились. То есть, подрезали какую-то стенку, что-то на них, какой-то лёд или снег на них обвалился. Вот, то есть, получается, такая версия, она естественная и в то же время мистическая. То есть, получается много-много вот каких-то совпадений. Ну, то есть, много ошибок, потом ещё совпадений. То есть, череда ошибок, триггер в виде ухода Юдина, такой вот спусковой крючок, когда надо было бы развернуться, потому что один человек не в состоянии был идти в поход. Но вместо этого группа всё-таки пошла дальше, и дальше череда вот таких трагических событий, как навал снега в момент переодевания. Может быть, если бы это до переодевания или после переодевания случилось, было бы больше шансов, хотя бы не вся группа, но частично они выжили. Плюс вот этот завал снега, завал снега на, ну, вот этот провал куда-то в ручей там, то есть, неудачно, да, куда-то они провалились, их засыпало. Ну, то есть, хотя бы та четвёрка тоже теоретически могла бы выжить, они-то были нормально одеты. То есть, им оставалось, в принципе, наверное, только костёр взвести около настила и как-то это всё дело переждать до утра. Потом-то подняться, забрать вещи и пойти обратно по своей же лыжне. Ну, вот так вот получилось. То есть, тут получается и природа, и мистика, и, на мой взгляд, и череда вот этих трагических ошибок. То есть, это какая-то вот такая, не знаю, мистическая катастрофа. Можно у них там, ну, на самом деле, если смотреть вот эту передачу Final Approach, да, вот мне нравится, на Discovery про авиакатастроф, там вот всё то же самое. То есть, там всегда череда каких-то вот ошибок, каких-то случайностей, и вот как будто что-то вот всё идёт, вот, ведёт к этому как-то. И обязательно, ну, не обязательно, а часто вот находится человек, который там чудом выжил или опоздал на этот самолёт, или выжил во время падения. Какие-то невероятные такие вещи. Ну, как вот с Юдином, да. Всего, скорее всего, я думаю, что Дятву его просто, ну, отстранил от этого похода, потому что он просто плохо шёл на лыжах. То есть, ему повезло, а группе не повезло, потому что если бы он пошёл с ними, то пришлось бы, наверное, разворачиваться, потому что он бы просто, было бы понятно, что он не пройдёт всю дистанцию в том же темпе, что они, да. Вот такая вот версия. Спасибо за внимание.